Привет всем участникам студии f3dstudio.ru Я доктор Ниджат, как всегда буду делать уроки для вас И на каждой неделе я буду маленькие обзоры показывать вам Как я делаю домашние клипы, как можно дома снимать хорошие фильмы, 3D графикой можно заниматься Если у вас будут какие-то вопросы можете обращаться ко мне вот эта страница моя в Facebook Ниджат Зеналим меня найти не очень трудно А это опять-таки страница нашей группы 7 Reclair Это можете наши песни и клипы там посмотреть, как я работаю Ну, перейдем к основной работе Так, открываем After Effects И сегодня речь пойдет о хромакее То есть, что такое хромакей Я вам объясню. Хромакей это зеленый фон, объект снятый в зеленом фоне или же в синем фоне При помощи кейинга мы убираем этот зеленый фон и создаем позади бэкграунды, города создаем Создаем, я не знаю, разные 3D графики Но, в принципе, я сегодня вам покажу быструю методику убирания зеленого фона Обычно я снимаю хромакей у себя дома или в гараже Это не профессиональная хромакейная студия Вы тоже сможете купить обычную ткань в магазине Это не очень дорого стоит Вот здесь поставлен строительный свет с обеих сторон Это не профессиональная студия Здесь даже видно, что тени нехорошие, очень жесткие тени На самом деле в профессиональных студиях таких теней не должно быть Но, имея малый бюджет, любой человек дома может такую студию устроить Что я делаю в обычных таких случаях? Первое, что имея ввиду, что у нас хромакей не профессиональный То есть ткань не профессиональная Есть такой эффект Называется он Smooth Screen Фирма есть такая Magic Giant, по-моему, называется У них есть такой вот набор K-Correct Там есть такой эффект Smooth Screen Для чего этот эффект? Сперва я всегда использую этот эффект Он сглаживает некоторые тени Видите, здесь тени не очень уже видны Вот я отключаю Вот эффект жесткого тени А когда нажимаешь на него, он практически убирает все тени И сглаживает задний фон То есть, ну можно так сказать, что задний фон становится более таким профессиональным тканем Вот видите, однотонным зеленым фоном он стал Ну здесь разные настройки, если можно самому вот, например, посмотреть, проверить, конечно же Есть Lightness Tolerance Это то есть, как больше это мы ставим Вот видно Больше он начинает работать Плагин Сам по себе Ну такой нормальный у нас же background получился После этого, ну самый популярный, по-моему, в данный момент из кейинг-флагинов Кейлайт Это самый такой раскрученный И очень я много его использую Не очень-то использованный трудный плагин Пипеткой берем зеленый фон И автоматом он убирает Уже видно здесь, что как Вот Практически уже готовый кейинг Ну вот здесь Видны некоторые пиксели Вот Их сейчас мы уберем Как это делается? Ставим здесь Во взоре View Scream Mat Суть этого В чем? Зеленый цвет здесь должен быть весь черным А объект весь белым Вот видно, что некоторые черные здесь точки есть Надо их убрать Это как делается Clip Black Смотрите, вот Вот зеленые места Background уже стал черным А если хотим, чтобы объект стал белым Вот убираем Вот так Вот так Практически объект стал белым Но это считается примерно приемлемый вариант Опять ставим финал результат Вот Ну практически Если так можно сказать У нас готов уже Прокеялся объект По-моему нормальный Да Даже в движении можно посмотреть Ну и задняя часть мы сейчас с маской Почистим пока Так Ну здесь есть некоторые еще моменты Именно плагины Можно вот эти края части пикселей Вот видно здесь Немножко сглаживать Софтность добавить Чтобы Эти края Вот контуры были Немножко Блур сделать Чтобы они немножко Вот Задним фоном Селились в одно В принципе Так Потом Ну в принципе здесь все ясно А это Немножко вот Если приблизить Скринш Шринг Грау Смотрите он что делает Он контур убирает Внутрь Можно вот так Иногда Когда делаешь Хромакей Здесь зеленые оттенки Остаются Из-за этого Надо их Немножко убрать Но я обычно я ставлю Минус 2 Или минус 1 Это От ситуации зависит Практически у нас Кейнг уже готовый Можно вот посмотреть В принципе нормальный Так Потом что делаем Третий Обычно эти Эти 4 набора Smooth Screen Кейлайт Color Matcher И Light Wrap Этот набор Всегда у меня Практически стоит Сейчас объясню Зачем Почему Давайте уберем Маской Ненужные места Так Вот Сейчас маску Уберем Быстренько Вот Принтим мы все Ненужные места Уже убрали Так И допустим Какой нибудь Хотим Background Поставить Ну у меня здесь JPEG Обычная фотка Есть Вот Что Обращаем На что Внимание Вот Обращайте Вот Девушка Стоит И фото У них Разные Оттенки Цвета То есть Насыщенность Цвета Saturation И контрастность Разные И еще один нюанс Вот здесь явно видно Что солнце светит Отсюда Освещение По другому А у нас У объекта Совсем другое Освещение То есть Явно чувствуется Что объект Снято Отдельно И фон Отдельно Они друг друга Гармонически Не дополняют Из-за этого Нам придется Некоторые Вещи делать Берем Опять-таки Эффект Color Key Correct Вот Здесь есть Такой Эффект Color Matcher Вот Что он делает Target Layer Здесь Ставим JPEG То есть Background Который Мы вывели В принципе Выбираем его И смотрите Автоматом Он что делает Он Именно Color То есть Цвета Объекта Совмещает С цветами Background То есть Сада Вот Именно там Есть Желтые Зеленые Оттенки Объект Тоже стал Таким В принципе Их уже По цвету Не отделить То есть Человеку Так кажется Что Типа Они уже Вместе Эта фотография Реальная Видео Реальная Сейчас Подождите Ну Здесь Можно Конечно Немножко Поиграться Именно Уровнем И Blend With Original Можно Вот такие Настройки Сделать Но Это По вкусу Делается Делается Немножко Давайте Мы его Маленькими Сделаем Ее То есть Извините Вот Сейчас Вот Чтобы масштаб Тоже Имеет Большую роль Типа 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 Там Стоит Ну Уже Что То Похоже Если Вот Делать И Немножко Если Туда Добавить Еще Тени Вот Уже Будет Похоже Вот По-моему Нормально Типа Она там Стоит Ну Здесь Еще Один Нюанс Вот Обращайте Внимание На Контуры Сразу Видно Что Здесь Явно Тени И Свет Явно Как бы Вам Сказать Контровой Света Не хватает В объекты А свет Имеет Очень Большую Роль Именно Освещение Сцены Есть Такой Эффект Опять Кей Коррект Обычно Этот эффект Я очень часто Использую Light Wrap Что он делает Он освещает Именно Контуры Объекта Под Освещение Фона То есть Уже Неразличимо Будет Типа Объект Снят Отдельно Или же Фон Снят Отдельно Вот Например Вот Видите Обратите Внимательно На Объект Внимание На Объект Убираю Light Wrap И еще раз Включаю Вот видите Фон Немножко Контровой Свет Добавляется Типа На самом Деле Этот объект Там Находится Есть Здесь Некоторые Настройки От Виз То есть Это Ширина Этого Света И Братность Добавляешь Немножко Светлым Она Стала Но Это По вкусу Делается Все Из-за Этого Сейчас Немножко Уберем Но По вкусу Уже Все Выбирается Ну В принципе Все Уже Готово Можем Посмотреть Да По-моему Уже Нормально Все Вот Объект Наш Стоит Немножко Еще Контур Можно Вот Я Еще Братность Тоже Уберу Немножко Наоборот Вот И Братность Немножко Убрать И Blend With Original То есть Немножко Оригинала Добавить Оригинального Освещения Вот По-моему Идеальный Вариант Все Объект Там Стоит Объект Там Двигается Еще Сюда Немножко Добавить Виртуальную Камеру Вообще Шикарно Получится Сейчас Я попробую Ну Если Добавить Еще Виртуальную Камеру Вот Такие Можно Клевые Эффекты Делать Вот Приближение Объекта Например Вот Видно Как Она Приблизилась Еще Вот Туда И Вот Удаление Объекта Вот Даже Не Один Обычно Я В своих Клипах Не Очень 3D Графикой Занимаюсь Я Обычно Все Делаю Именно Фотографиями То есть Просто Хромакей Вырезаю Зеленый И Ставлю Туда Фотографии Например Давайте Мы Эту Часть Приближим Например Объект Станет Таким Попробуем Сейчас Посмотреть Давайте Посчитаем Сейчас Узнаем Вот Ну Как Видно Уже У нас 3D Графика Есть Объект Двигается Ну Можно Еще Некоторые 3D Объекты Сюда Поставить Для Более Такой Реальности Да Ну Я Обычно Еще Тут Ставлю Немножко Сейчас Киношный Эффект Сейчас Вам Покажу Пусть Он Просчитает Ну Вот Что Получилось Из-за Этого Сейчас Посмотрим Вот Наша Камера Двигается Еще Как Двигается Вот Видите Все Киношный Если Еще Туда Немножко Какие Небудь Эффекты Поставить Сейчас Я Попробую Вам Показать Киношные Вещи Сделаю Так Добавим Сюда Аджитмент Лайер Потом Туда Немножко Добавим Magic Bullet Frames Letterboxer Вот Обычно Так Делаю Вот Типа Еще Немножко Колористикой Займаться Вот В принципе Уже Что-то У нас Получается Вот И Все То есть За 10 минут Можно Такие Вещи Создавать Несложные Графические Эффекты Но Если Еще Немножко Там Добавить Дождя Здесь Не знаю Дыма Добавить Тумана Добавить Вообще Реально Будет Все Это Выглядеть На сегодня Все Всем Спасибо Всегда Посещайте Сайт F3studio.ru Я постепенно Буду Новый Обзор Туда Ставить И Насчет Плагинов KCorex Зайдите Сайт RedGiant Это Очень Хороший Сайт Все Крутые Плагины Можно Там Найти Там Очень Хороший Обзор Есть Если Некоторые Вопросы Чего-то Вам Продолжение следует Продолжение следует